Лично я и многие офицеры отдела службы войск генерального штаба не раз убеждались в том, что спецоператоры весьма значительно способствуют эффективному расследованию преступлений. Военные исследователи не имеют технических средств, фактически никаких, для проведения расследований. Поэтому, когда нет свидетелей непосредственных, следствие, как правило, заходит в тупик. Спецоператоры работают более целенаправленно. Они восстанавливают картину совершенного преступления, определяют круг лиц, которые в них участвовали, создают версию преступления, которая в значительной мере соответствует реальным событиям. Надо отметить, что не все спецоператоры готовы к такой работе. А лишь те, которые хорошо знают специфику военной службы, прошли специальную подготовку и натренированы к решению подобных задач. В военно-морском флоте проведена работа по поиску надводных и подводных целей нетрадиционными методами, а именно с помощью информационных каналов. Специально подготовленный оператор при проведении разведывательных мероприятий по радиолокационному образу классифицирует надводную цель и наносит ее координаты на карту. Точность указанных координат контролируется с помощью навигационной РЛС. В условиях сложной помеховой обстановки вероятность точной классификации не ниже 0,7. Кроме того, операторы, имея зрительный образ надводной цели, например, фотографию даже десятилетней давности, могут определить местонахождение объекта наблюдения практически в 100% случаев. При этом погрешность составит не более 100 метров. Вероятность обнаружения подводных целей в погруженном состоянии пока не превышает 30%. В военно-воздушных силах, отобранные по специальной методике слушатели Академии, пройдя теоретическую подготовку, научились подключаться к информационному каналу связи. В ходе эксперимента слушатели должны были определить содержимое закрытых конвертов, в которые на разных этапах эксперимента вкладывали изображения геометрических фигур и фотографии боевой авиационной техники. Запросы к информационному полю формировались мысленно, а ответы выдавались в разнообразной форме, например, в виде рукописного текста. На одном из этапов были предложены различные форматы космические фотоснимки и карты. Необходимо было отыскать требуемый замаскированный объект и расположить его на карте с максимальной точностью. После лабораторной подготовки разведывательный полет на самолете, оборудованном контрольно-регистрирующей аппаратурой. Под самолетом виден выбранный для эксперимента район, прошедший обучение оператор без визуального наблюдения, определяет, какие в данный момент под самолетом подстилающая поверхность, населенный пункт, объект, цель. В это время контрольно-измерительные приборы отслеживают местонахождение соответствующих наземных объектов. А вот эксперимент с визуальным наблюдением. Операторы должны увидеть сквозь железобетонные стены ангаров, находящиеся в них технические средства, определить их количество, указать типы машин. Видеокамера фиксирует контролируемые объекты. Нетрадиционные методы разведки в стратегическом и оперативном звеньях управления повышают эффективность группировок вооруженных сил на 35-40%. Их применение в тактическом звене повышает эффективность в 1,8 в два раза. После особого курса обучения, позволяющего значительно повысить энергетические возможности человека, спецоператоры приступают к практической работе по определению целей по топографическим картам и фотоснимкам. Далее, наземная подготовка операторов по оригинальной методике для проведения разведывательных полетов на борту специально оборудованного самолета. Цель полетов – проверка возможностей нетрадиционного метода воздушной разведки. Анализ показал перспективность разработанной методики. Спецоператоры без каких-либо приборов правильно определяли большинство целей, над которыми пролетал самолет. Их информация контролировала специальные аппаратуры и сравнивалась с реальной обстановкой. В эксперименте, проведенном с курсантами Черноморского военно-морского училища Минахима, доказано, что подготовленные спецоператоры способны определять и классифицировать морские цели, находящиеся в акватории. Проверка показала стопроцентную классификацию 20 предложенных целей. При этом ошибки в определении координат не превышали 100 метров. Проведенные работы подтвердили высокую эффективность подготовки спецоператоров нетрадиционными методами. Мы сейчас проделаем с вами такой эксперимент. Одной из вас я дам лист бумаги, на которой будет написана фамилия, имя и отчество больного. Второй дам тоже фамилия, имя и отчество больного, плюс фотографию. Одна из вас будет диагностировать больного просто по фамилии и отчеству, а второй по фотографии. Попытаемся это сделать. Диагноз ставится без контакта с больным. Пищевод норма, желудок, язвенное состояние, кислотность повышенная. Печень больна, воспаление, выписалась гепатит. Желчный пузырь, есть тоже небольшие изменения, но они несущественные. Желчные пути зашла к углу. Поджелудочная железа больна существенно, надо лечить. Причинение, которое в каком-то плане совпадает и с нашим мнением. Действительно, у пациента имеются некоторые нарушения в гепатобилиарной системе, как мы называемые, печеночной, желчевыделительной системы. Там есть определенные нарушения, которые носят эмоциональный характер. В язвенной болезни 12-перстной кишки, которые выявлены при настоящем обследовании. У нас сейчас больной посылает, у нас получают комплексную терапию. Получение экспресс-диагнозов вне зависимости от местонахождения больного. Печень затронута. Там не то, что воспалительный процесс, а нарушение происходит работы печени. Позвоночник. Именно в области поясничного отдела, в общем, в области поясницы, есть затронутые позвонки, которые некоторые даже сросшиеся. Видимо, был процесс сильного ушиба или удара у этого человека. Значит, действительно, в 87-м году у него была травма, неудачное приземление на парашюте, перелом поясничного позвонка, в настоящий момент сросшийся, без функциональных нарушений. И по проблемам печени у него повышен билирубин, как мы называем это, доброкачественная гипербилирубинемия или, так сказать, седром Жильбера. Метод транскраниальной докторографии головного мозга. В основе лежит ультрапилковое исследование сосудов головного мозга. Основной параметр, который мы снимаем этим методом, это линейная скорость мозгового кровотока. Примерно, что здесь линейная скорость кровотока 84 сантиметра в секунду. Что свидетельствует, а? Получение сосудистого торуса, в результате чего увеличена линейная скорость кровотока. В данном случае оператор воздействует на больного 3 минуты и без лекарств расширяет среднемозговую артерию. Кстати, оператор может не иметь медицинского образования. Итак, мы видим, что после экстрасенсорного воздействия линейная скорость кровотока в среднемозговой артерии равняется 72 сантиметра в секунду. Что говорит косвенно о сосудорасширяющем эффекте. На Ваших глазах оператор, не имеющий технических знаний, рисует фрагмент схемы электронного прибора. Обрабатывая полученную информацию, мы получили часть электронной схемы медицинского прибора. В процессе вопросов и ответов, уточняя и конкретизируя различные элементы схемной построения, можно расшифровать принятую информацию и по этой информации уже, как говорится, изготовить конкретные приборы. Учёный неожиданно для себя получает знания в неизвестных ему областях науки. У меня была проблема написания второй главы диссертации, где, в общем-то, была проблема найти именно то звено, которое бы соединяло космические силы и средства, существующие или гипотетические, с настоящими существующими соединениями частями применительно к дальней авиации. Ну, честно говоря, я сначала не поверил этой ситуации в получении дополнительного источника информации. Но, тем не менее, значит, потом, само собой не скажешь, но обнаружилось то, что я в течение полутора месяцев написал вторую главу. Это я потом стал анализировать и пришёл к выводу, что, в общем-то, здесь что-то даже есть не моё, не родное. То есть, если я раньше писал, анализировал, анализировал с позиции своей основной специальности, я штурман по специальности, то здесь, в общем-то, применились такие формульные зависимости и некоторые интегральные функции исчислений из области сближения и поражения истребителей, то есть, области противовоздушной обороны, что, в общем-то, с моей точки зрения, в моём багаже знаний такого не должно быть. И литературу я такую не пользовался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok